Привет всем высшим! И да, у нас очередная игра про зомби апокалипсис, на этот раз под названием Dead Age 2. И в целом, знаете, игра мне понравилась. Здесь довольно неплохой сюжет и огромное количество диалогов, к чему, конечно, стоит быть готовым. Да и стоит отметить неплохую анимацию наших навыков, да и иконки вроде бы показаны вполне себе неплохо. Но все же огорчает весьма скудный набор по улучшению нашей базы. Хочется какой-то, знаете ли, вариативности что ли. Поэтому, если вы любите сюжетные игры, то я смело могу вам рекомендовать эту игру. Ну и также стоит сказать, что если вы все-таки сумели продержаться какое-то количество дней и все же погибли, то при создании нового персонажа будут учитываться все заслуги вашего погибшего, что, как по мне, довольно круто. Что ж, ну и когда мы все это сказали, можно начать новую игру и посмотреть на нее уже поближе. Что ж, и вот создание персонажа. Правда, жалко, у нас нет возможности сделать по-настоящему сурового какого-то мужика. Ну, знаешь, сделать ему бороду, шрамы и все в этом духе. Как-никак, зомби-апокалипсис, и каждый готов друг другу перегрызть, я не знаю, глотку за какие-то материалы, которые помогут выжить. Но, в любом случае, давай, может быть, выберем вот такой вот личико, вот с такой вот прической. И назовем, пожалуй, персонажа мы... Как же его назвать? Давай назовем его Валюхой. Валюха. Что ж, и у нас, конечно, есть навыки. Ближний бой, дистанционный бой, медицинский навык и технический. Технический повышает уровень мощи, медицинский дает нам немного аптечек, а ближний бой, что он тут делает? Повышает силу, повышает телосложение, что, в принципе, тоже неплохо. И, конечно, шанс блокировки. Ну, в общем-то, прокачивая ближний бой, мы получаем какое-то более мощное оружие ближнего боя, плюс получаем репутацию с контрабандистами при полной прокачке, что очень даже неплохо, наверное. Ну, если вот, например, прокачаем дистанционный бой, то у нас будет фракция военных, судя по всему, медицинский, тут, видимо, какие-то независимые или что-то в этом духе. Ну, я предлагаю нам сделать бойца ближнего боя. Для этого мы возьмем навык ближнего боя, навык медицинского и, пожалуй, технический. Так как у нас всего три медали, но если бы, скажем, мы играли не первый раз, возможно, у нас было бы их больше. Там 4-5, если, скажем, мы в какое-то время поиграли, потом у нас умер персонаж, и мы заново начали. То есть у нас было бы больше медалей, мы, соответственно, возможно бы прокачали его вот даже, не знаю, до 10-ти медицинского уровня, и получили вот такой вот бонус с легкой броней и, в общем, бонусом репутации. Что, в принципе, наверное, очень даже неплохо. В любом случае, давай, может быть, на этом остановимся и попробуем, пропустив обучение, начать игру. Так, и тут нам дают возможность выбрать себе оружие. У нас есть ударное и режущее. Режущее эффективнее против слабо бронированных целей, наносит меньше урона, чем дистанционные атаки. Менееффективно против бронированных целей, ага. А ударное оружие эффективнее против бронированных целей, при этом наносит меньше урона, чем дистанционные атаки. Но это, наверное, при плохой прокачке, хотя кто его знает. Охота. Ловушки ослабляют врагов ближнего боя, позволяют призывать на помощь животных. Ух ты как. Ловушки малоэффективны против врагов с высоким сопротивлением. И плюс у нас есть инженерия. Метательное оружие игнорирует броню и защиту, позволяет развертывать турели. Метательное оружие наносит слабый урон с целью с высоким сопротивлением. Что ж, давай, наверное, мы, пожалуй, сейчас, а что охота делает? Ловушки ослабляют врагов ближнего боя, позволяют призывать на помощь животных. Так, это мы уже смотрели, видимо. В общем, у нас тут всего два навыка, поэтому давай выберем охоту, чтобы призывать всяких собак или что тут волков. Так, пистолет, дробовик и штурмовая винтовка. Ну, давай, наверное, выберем пистолет, потому что он использует часто встречающиеся дешевые патроны. И, наверное, для начала... Хотя, знаешь, давай возьмем дробовик. Все-таки дробовики мне куда больше нравятся. Так, у нас тут есть бдительность, выживание, ремесло и биология. Но, так как мы выбрали медицинский навык, мы, наверное, выберем биолога. Тут все-таки, как-никак, повышает ранг работы врачом и открывает новые рецепты крафта. Повышает ранг работы садовника и увеличивает шансы на успех в событиях, связанных с медициной. А это, вроде бы, очень даже неплохо. Что ж, давай тогда попробуем на этом остановиться и начнем свою кампанию. Начать игру с выбранными персонастройками? Да, конечно. День четвертый. Хотя, непонятно, может быть, если бы мы начали со вступлением. Возможно, начали и с первого дня. Когда вы, наконец, прибыли, то заметили, что Джек и Триш глубоко опечалены. Триш подходит к вам, едва сдерживая свою злость. Рада тебя видеть, Валюха, но времени на церемонии нет. Нам нужно немедленно восстановить и укрепить лагерь. Сказать по правде, я в шоке. Никогда не думала, что Стивен падет так низко. Держи. Этот мерзавец оставил тебе письмо на своей койке. Может быть, хотя бы оно что-то разъяснит. Лагерь отклонил вымогательство, лагерь заплатил за охрану. Так, ну что ж, давай вот это вот попробуем. Чтобы не раскрыть себя, Стивен даже сражался с атакующими контрабандистами. Не могу представить, как они смогли с ним договориться, но сейчас не время думать об этом. Есть проблемы посерьезнее. К нам движется огромная орда зомби. И у нас в распоряжении всего несколько дней, чтобы что-то предпринять. Кстати, мне нравится, что в момент диалога они открывают рот и, смотри, они даже моргают. А это очень даже неплохо. Ну, для игры такого типа. Я надеюсь, ты понимаешь, в каком затруднительном положении мы находимся. Контрабандисты забрали почти все наши ресурсы. Если мы немедленно что-то не предпримем, люди начнут голодать и страдать от обезбоживания. А это последнее, что нам нужно. Прежде всего, нам необходимо заложить сад. Чтобы подобного никогда не повторилось. Приходи ко мне в столовую, когда будешь готов. У Джека есть для тебя другая работенка. Кроме того, что у нас здесь пара выживших из лагеря беженцев. И это не считая орды. Дело не про ворот. Что за дерьмовое утро? Хорошо, хоть ты здесь валюха. После того, что провернул Стивен, припасов нам необходимо больше, чем когда-либо. Предлагаю прогуляться к торговцам. К восточный город свободы. Держи свою сумку. В ней найдешь несколько наших аптечек. Привиант на исходе. Сад, триш, важный источник пищи и воды. Но нам нужно купить припасы. Чтобы восполнить потери. Увидимся в столовой. Там я расскажу подробнее. Буэнос Диас, сеньор. У меня к тебе важное дело, которое нужно обсудить. Меня зовут Тесса. Наш лагерь беженцев сравняли с землей. Это было ужасно. Нам с тобой нужно поговорить в баре, Валюха. Это срочно. Так, ну давай, наверное, мы сперва попробуем... Ух ты, тут какая-то собака у нас бегает. Ну, можно было бы ее, наверное, как-то поохотиться на эту собачку. Но, возможно, это та собака, которую мы призываем к себе в бою. Так что, да, наверное, ее не стоит трогать. Так, что у нас тут есть? Садовник, садовник, садовник. То есть... А, мы не можем третий уровень выращивать. Или что это? Три кача на капуста каких-то. В общем, на три кача на капуста нам не хватает семян. И, видимо... Да, всего остального хватает. Ну, вообще, можно было бы прокачать себе комнату второго уровня. Подожди, да и первого у нас нету. Что самое странное. Да. Что ж. Нам не хватает ресурсов на постройку какой-либо комнаты. Так что, видимо, придется нам делать квесты. Что у нас тут есть? Инфекция Тессы. Что-то нам хочется сказать. Давайте поговорим с вами о том лагере беженцев. Меня до сих пор воротят от того запаха. Ты хоть представляешь, каким может быть смрад мертвых тел? Это просто невыносимо. Согласен, к этому нельзя привыкнуть. Буэнос Динос, сеньор. Я... Валюха. Я определенно заслужил отдых после всех этих невзгод. Да и привести себя в порядок было бы не лишним. Боюсь, у нас нет времени на отдых. Я слышал, мертвые сравняли ваш лагерь с землей. Си, дерьмо случается. Но жизнь идет своим чередом, не так ли? Поэтому у меня есть восхитительное деловое предложение к твоему лагерю. Постой, я здесь не ради прибыли. Для меня важнее ситуация с Тессой. Как хочешь. Подумаешь, всего-то сделка на миллион. Давай поговорим о твоей проблеме, Тесса. Так, способности Тессы, Фернанда. Ну, давай про нападение. Что именно там произошло? Это было ужасно. Внезапно, из тьмы ночи на нас хлынула орда. Они были повсюду. Многие были укушены до того, как поняли, что произошло. Мы с моим парнем. С моим парнем. Укусы были такими глубокими. Зомбес не было. Поэтому большинство наших практически сразу же обратились. Те, кто недавно был друзьями. Теперь представляли угрозу. Люди, с которыми я была близка в одну секунду. Просто и мой парень, он... Помню, каково это. Это жестокий опыт для любого человека. Никакто не желал новой вспышки. Особенно такого масштаба. Так, ну... Давай, может... Я не знаю, про Фернанда спросим? А, ну давай спросим про Фернанда. Как ты повстречалась с Фернанда? Мы случайно встретились по дороге сюда. И оба слышали радиосообщение об этом месте. Сначала нас преследовали мертвецы. Но, к счастью, нам удалось от них оторваться. Укушенных было так много. Большинство обратилось в зомби. Все повторялось, как тогда, в лагере беженцев. И тут появился Фернанда. Он защитил меня от нежити. И мы сбежали. Если можно, я еще кое-что добавлю. Я убил полдюжины этих гниющих грингос. И теперь вы знаете, с кем имеете дело. Хм, ну ладно. Что ты вообще умеешь? Буена, так мило, что ты спросил. Шпага, идеальное оружие для такого Казанова, как я. Но и с пистолетом ваш покорный слуга не промах. Кстати, я принес с собой немного боеприпасов. Ох ты ж как. Так же я чрезвычайно бдителен. И что позволяет мне взламывать замки. И отлично проявлять себя в охране лагеря. Ох, ну это неплохо. Так, ну что ж. Тут есть еще возможность спросить про способности Тесса. Что ты умеешь, Тесса? Когда я была моложе. Да ты сейчас вроде бы молода. Отец брал меня с собой на охоту. Так что я знаю, как обращаться с винтовкой. Я, конечно, не эксперт. Но для защиты этого достаточно. Еще я принесла с собой боеприпасы. У меня 30 винтовочных и охотничьих патронов. Ага. Кроме того, я кое-что с мыслью в выживании и охоте. Я очень хорошо разбираюсь в животных. Поэтому довольно быстро могу обучить их подчиняться простым командам. Это может пригодиться. У меня на плантациях было несколько гонщих. Блин, как же я люблю гонщих. Ну ладно. Ее собака будет тебе верным защитником, Амиго. Можешь мне поверить. В конце концов, это же лучший друг человека. Я рада, что смогла взять ее с собой. Так, ну что ж. Давай тогда мы, наверное... Можно было бы про парня Тесса еще спросить. Что случилось с твоим парнем? Он должен был меня прикрывать. Но когда все это началось, у него просто сдали нервы. Он бросил меня. Отныне для меня он мертв. Что бы там ни случилось. И правильно. Когда он сбежал, я пришел на помощь и встал с ней спина к спине. Как гордый гуэрро. Как только я впервые увидел эту прекрасную женщину, у меня было только одно желание защищать ее. Что ж. Все верно. До той минуты мы практически не были знакомы с Фернандо. Но когда зомби схватили меня, он расстрелял их и спас мне жизнь. Однако ты не слишком хорошо выглядишь. Тебя укусили. Что есть, то есть. Мне нужна сыворотка. И как можно скорее. Я вспомнил историю о Джеке. И о том, как они изобрели зомдекс. Это дорогое лекарство. Но оно может остановить инфекцию, если принять его вовремя. Так, а где мне его найти? В общем, я так понимаю, нам нужно искать сыворотку от твоей инфекции. Придется, иначе ее симпатичная псинка останется совсем одна. У нас 72 часа. У меня есть план. Я знаю кое-кого в армии. И если вы спросите меня, можно ли ей доверять, то я скажу вам нет. Но когда дело касается ответной услуги, она не подведет. Так, давайте поговорим с барменом Ланой. На ванпосте армии США. Было время, когда я позаботилась о ее собаке. Что ж. У нас в команде ветеринар. Она поможет нам только потому, что ты осмотрел ее собаку. Звучит как-то малообещающе. У тебя есть идея получше? У кнормодистов нет врачей. У независимых есть. Но они мне ничего не должны. Покупка зомдекса стоит немалых денег. Хорошо, Тесса. Иди поспи. Ты не готова к такому пути. Мы вернемся к тебе с вакциной. Ну, попытаемся. Все нормально, я справлюсь. Ты не справишься. Сто раз видел, как такое... Такое. Ты уже очень скоро будешь слишком слаба, чтобы двигаться. Иди отдыхай. Мы быстро. Ладно, я поняла. По крайней мере, позвольте мне отблагодарить вас. Если я выживу, мои последние 20 долларов ваши. Это меньшее, что я могу сделать. Ну, знаешь, если ты обратишься в зомби, мы можем обыскать твои карманы. И также найти твои 20 долларов. Ну ладно. Не трать время зря. У тебя всего три дня до того, как Тесса будет не вернуть. А лишние руки в расширении лагеря нам бы не помешали. Подумай об этом как следует. Так как вас двое, выполнить задачу будет непросто. К счастью, у меня для вас есть дополнительные аптечки. Используйте их, если вдруг станет жарко. Ситуация довольно сложная, но у меня тут появилась мыслишка. Я прогуляюсь с вами до западного города свободы. Как только вы выступите, я присоединюсь к вам. Но имей в виду, что помочь я смогу только сегодня и завтра днем. Так как позже у меня полно работы в лагере. Что ж. Узнаем. Насколько ты нам поможешь. Так, небольшой райский сад. Ну это не обязательно, мы могли бы с ней поговорить. Но знаешь, в принципе мы сейчас можем отправиться. Так, то есть 10 воды и 10 еды нам предлагается купить в лагере независимых. Но сейчас мы пойдем в другое место. Так что, да. Давай может быть выставим кого-нибудь на блокпост. Вот у нас есть Тесса, которую нам сказали лучше оставить у нас в лагере. И у него как раз таки заражение. Зараженный персонаж теряет каждые полдня 65% своей жизни. И без лечения умрет через 3 дня. 3 дня осталось. Постельный режим слегка помогает восстановиться. Но персонаж не может выходить на улицу или выполнять какую-то работу. То есть она у нас постоянно отдыхает. Так, ну давай тогда она попробует отдохнуть. Но почему-то сейчас она отдыхать не может. Возможно потому, что мы не построили или не улучшили как-то комнату. Да нет, она уже построена. Ты посмотри. Что ж. Давай тогда, может быть, просто ее оставим тут. А сами отправимся. Путешествие. Так. В общем-то мы тогда попробуем двинуться вот сюда. И затем мы перейдем мост. И да, не так далеко у нас будет вот этот вот военный лагерь. Так что давай начнем свое путешествие. Мы спасем Тессу, как отважные Гуэрос. База армии США в западном городе свободы. Намного дальше, чем форпост независимых. Но они могут продать зомдекс по более разумной цене. Выбор за тобой, камрады. Да, подумай как следует, Валюха. Мы с моим дробовиком легко расчистим вам дорогу к западному городу свободы. Да и денег сэкономим. Слушай, ну я бы все-таки сходил к военным, учитывая, что она рассказывала, что когда-то там помогла. Ну, что ж. В любом случае, у нас есть возможность. Боевая готовность. Горящая ловушка. А это еще что? Увеличивает мощь, а также урон в ближнем и дальнем бою на 33%. На 2 раунда. Дает. А, на 1 раунд сопротивление к нефизическому урону. Равное мощи. Ммм, неплохо. Что ж, ну пока, видимо, мы не можем призывать своего пса. Так что давай мы... Подожди, а как мы выстрелим из дробовика? Выстрел в раз сброс. Атакует у нас далеко не всех. Я думал, я всех как-то задену. Смотри, сногсшибательный выстрел. Опять же, атакуется только один. Так, и простая атака. Простая атака у нас, опять же, не всех задевает. Так, ну, кто из них имеет меньше здоровья? Вот эти двое. Причем один атакует 33 урона, вот этот вот 28. Ну, давай попробуем убить сначала вот этого вот. Наносит 100% урона всему ряду. С вероятностью 50% вызывает ранение. Либо 80% урона атака может отбросить цель. С переднего к заднему ряду. И нанести дополнительно 50% урона, если цель столкнется с союзником. Слушай, а давай попробуем, наверное, по вот этому парню тогда выстрелить. Опа! Да, и он тогда полетел в своего союзника. А мы тем временем могли бы либо встать как-то вперед. Ударное оружие. Ну да, давай, наверное, сделаем смену ряда. Так, защитная стойка. Ах ты ж черт, не того выбрал. Ну ладно. Так, пистолет. Атака. Ну давай попробуем добить его как-то. 57. Очень даже неплохо. Гнилое дыхание. Этот зачем-то проблевался. Ох ты ж, елки-палки, а почему я так не стрелял? Ну ладно, что ж. Это сейчас у нас идет, я так понимаю, наш персонаж. Так что давай попробуем. Грубый удар, либо защитная стойка. Хотя, подожди. Кто из них кто? Я, если честно, не понимаю. Ну, атака. Простой удар, наносящий из 100% физического урона. В случае точного попадания атакующий получает очки адреналина. Либо... Грубый удар. Наносит 130% урона. С точностью 90% успешное попадание вызывает изувеченность. Ага. Слушай, ну... Давай тогда попробуем ударить вот этого. Опа. И он опять откинулся назад. Что в принципе очень даже хорошо. И мы тогда попробуем... Нет, встать защитную стойку я не смогу. Так что можно было бы... Хм. Да нет, пожалуй, оставим его тут. Смена ряда, боеврипасы, медикаменты. Ну, пожалуй, больше мы ничего не сделаем. Так что... Хотя нет, мы могли бы пострелять из своего пистолета. Вот поэтому, например. Либо добить вот этого. Давай его добьем просто. Атака. Отлично. Я почему-то думал, что это опять наш персонаж ходит. Но... Да, повезло. В любом случае, мы сейчас держим в руках пистолет. Так что давай попробуем добить... Пожалуй, вот этого. У него меньше сейчас здоровья. И атакует он очень и очень больно. Так что... Ох ты же, елки-палки. 52 урона. Так, добили. Ну и остался один. Охота. Горячая ловушка. Наносит 70% урона от мощи установившего. И вызывает подожжение. Ну... Давай, может быть, попробуем. Я никогда не видел, как вообще работает эта ловушка. Так. А, мы ее должны выставить. И затем она у нас срабатывает. Ну... Давай тогда мы, может быть, все-таки выстрелим из дробовика. У нас тут есть... Возможность отбросить цель. Либо выстрелить вот так вот. В разброс. Может быть, мы вызвали ему ранение какое-то. Ну, кто его знает. Так, защитная стойка. И, пожалуй... Да, я опять думал, что я за главного героя хожу. Так. Он выстрелил. И, кажется, восстановил себе здоровье. Так, да погоди, погоди. Надо что-то с ним сделать. Ну, хоть чем-то в него там ударьте. Атака. Ну, отлично. Что ж. Мы, конечно, потеряли довольно много здоровья. Но при этом, смотри. Просроченные оружейные запчасти, газировка и гамбургер. Так. Ну, непонятно, как оружейные запчасти могут быть просроченными. Ну, что ж. В любом случае, давай, наверное, возьмем все. Так. Погоди-ка. И что у нас тут? А, мы можем прокачать своего персонажа. Например, покачать ему сопротивление. Либо вот защиту. Что, в принципе, нет места быть. Так. Ну, пока что давай, может быть, мы ничего не будем трогать. Хотя можно было бы ему прокачать сопротивление. Либо мощь, чтобы больнее бить охотой. Ну, опять же. Давай посмотрим, что у нас будет дальше. Я, если честно, не понял, каким оружием мы будем пользоваться. Мы встретили мирных жителей. Кажется, у них есть предмет, который мог бы вас заинтересовать. Кепка. Слушай, ну, да, это, конечно, странно довольно. Выбить скидку, припугнуть, идти дальше. Либо можно было бы с ними поторговать. Но, учитывая... Смотри, как тот зомбяк стоит позади. Довольно странно, что они тут даже не замечают вот этих вот зомбиков. Да и зомбики их не замечают. Ладно, давай тогда пойдем дальше. Я как-то с ними воевать не хочу, поэтому... Ладно уж. Оставим их. Так. И, судя по всему, мы нашли какие-то ресурсы. Бочка с водой. Давай тогда ее возьмем. Довольно любопытно, как тут происходит путешествие по клеткам. То есть, видишь, там состояла она из трех или четырех событий. Там были торговцы, зомбики и какой-то случайный ресурс, который мы нашли в бочках. Камрады, мы должны поговорить о нашей маленькой рыжеголовой подружке. А Тесси, что такое? Видел, как ты смотришь на нее, друг? Но не выдумывай себе. Будто между вами может что-то быть. Я чего-то не знаю. Она моя, камрада. Я влюбился в нее с первого взгляда. Это настоящая амор-амига. Конечно, без проблем. Поздравляю, Фернандо. Эм, да, тут уже ревность, не пойми с чего. Ну что ж. Мы вас пропустим, но чтобы без резких движений на нашей территории. Ясно. Ведите себя спокойно. Что ж. Давай тогда перейдем мост. Надеемся. Так, мы подходим к городу свободы. А это значит, что пора обсудить план. И что же ты придумал? Я знаю, что большую часть грязной работы придется сделать тебе. Но мне бы очень хотелось, чтобы Тесса думала, будто главным героем в ее спасении был я. Эль Амор. Которая растопит ее маленькое сердце в знак благодарности. Понимаешь? Договорились, амиго. Я заплачу тебе 20 долларов за эту маленькую услугу. Эм, это довольно странно, но... С другой стороны, почему нет? Мужик хочет показать себя с лучшей стороны и... Кто мы такие? Чтобы... Как-то вставать на его пути. Полагаю, что да. Вот тебе заняться нечем. Грася, скамрада. Деньги твои, сеньор. Все за любовь. Фернандо, у нас есть дела поважнее, чем это дерьмо. Все, мы можем идти дальше. И... Нет. Я ничего не хочу слышать. Пока мы находимся в восточном городе свободы, подумай о покупке жизненно важных ресурсов. Алюха. Так, ну да, нам нужно много ресурсов, чтобы как-никак, не знаю, что-то построить. И вообще, нам бы оружие не помешало, наверное. Так, закусочная. Вы обратили внимание на короткий статический шум. Порывшись в сумке, вы с удивлением находите рацию. Валюха, ты меня слышишь? Да, прости, я слегка растерялся. Время от времени мы будем поддерживать радиосвязь. В этом есть свои преимущества. Куда собрался сегодня? Помочь товарищу. Просто хотел напомнить тебе о задании Джека в городе. Эти ресурсы необходимы для нашего выживания. Не забывай. Знаю, но остальное не менее важно. Я должен научиться самостоятельно принимать решения. Просто верь в меня. Ладно, ладно, но не геройствуй. Помни о нас. Хочу попросить тебя еще об одном. Меня тревожит тарда-зомби. И я беспокоюсь о выживших в окрестностях лагеря, обращающихся к нам за помощью. Когда будешь у независимых, не мог бы ты спросить их лидера, Деннис, могут ли они подкинуть нам немного ресурсов. Джек не любит попрошайничать, поэтому ему про это знать не обязательно. Но дополнительные ресурсы нам бы очень пригодились, так как ситуация в лагере довольно тяжелая. Да пока я не забыла, попробуй достать немного налички. С тех пор, как фракции восстановили оборот валюты, без долларов мало что можно сделать. Хорошо, я поговорю с Деннис, в восточном городе свободы, но полагаю, остаться на ночь там не получится. Не, через часок... Через несколько часов тебе нужно вернуться на базу. Теперь ты лидер, поэтому всегда нужен здесь. Конец связи. Так, это радиооповещение всем выжившим торговцам и разведчикам. По нашим данным район, восточный город свободы является регионом повышенной опасности. Если вы сумеете провести работу по снижению уровня угрозы, то вы будете достойно вознаграждены. Суммой в 50 долларов. И благодарственным рекомендательным письмом. Репутация плюс 3. Всего плюс 3. Просим вашей поддержки. Что ж, и мы попали в закусочную. Да, тут зомби буквально в паре сантиметров от нас. Ребят, вы его не замечаете, нет? Вы нашли большой мусорный контейнер. В нем могут быть материалы, компоненты боеприпасов, оружейные запчасти, ткани кожи. Минимальный риск подвернуться нападению. Ну, это странно, конечно. Ну, давай пошарим в контейнере. Фернандо, твой черед. Материалы, кожа и гильзы. Слушай, неплохо. Давай тогда все это возьмем и отправимся дальше. А там, наверное, зомби. Да, конечно, там зомби. Ах, ты же елы-палы. Смотри. У него 13 здоровья. Давай тогда мы попробуем... Даже не знаю. Выстрел в разброс? Да не то, чтобы он мне поможет здесь. Хм. Ну, вообще, стоило бы его как-то оттолкнуть. С другой стороны, было бы проще добить вон того после вот этого вот парня. Ну, ладно, давай сделаем обычную атаку. Отлично. После чего я предлагаю нам выстрелить вот в этого мужичка. И да, он сразу по двоим попал. Так, теперь у нас ходит вот этот вот мужик, судя по всему. У него есть калечащий выстрел. И учитывая, что урона наносит он довольно много, было бы неплохо сделать ему ранение. Так. Возможно, применение в переднем ряду. Давай тогда попробуем в этого пальнуть. Раз. Вздремни, малыш. Так, неплохо. По нам, конечно, нормально так прошлись, но все же. Смотри. И да, наша собачка выдвинулась вперед. Так, а что мы можем сделать? Ударное оружие, либо выстрелить из дробейка. Ранение и дополнительно наносит 10% урона адреналином. Ну, можно было бы его добить, знаешь ли. Учитывая... Да, я думаю, надо его добить. 38 царапина. И это все? Ну, видимо, да. Давай тогда его добьем. Раз. И, пожалуй, следующим выстрелом мы попробуем ранить вот эту девушку, судя по всему. Блин, они попали по моей собачке. Метка охотника. Да, но все-таки они добили ту цель, по которой мы уже попадали. Дробовик. Снакшибательный выстрел. Слушай, а может быть она как-то оглушится? Или что у нас тут? 80% урона. Нет. Наверное, все-таки мы сделаем обычную атаку. 77 урона. И можно было бы, конечно, ее как-то ударить, выйдя вперед. Но, знаешь, у нас мало довольно здоровья, поэтому я, пожалуй, еще раз по ней выстрелю. Так. Калечащий выстрел. Опа! 88 здоровья! А эта скотина продолжает блевать. Ну, собака... Собака порешала. Черное сердце, легкая ткань и гамбургер. Так, только не говори, что там еще зомби. Нет, судя по всему, это какие-то ресурсы. Лапша и газировочка. Эх, я бы сам сейчас лапши съел. Правда, не из такой вот мусорки, но все же. Так, инфекция Тессы. Поговорите с Ланой на заставе армии США. Либо можно было бы сходить в оружейный магазин. Ну, вообще, нам через него как-то идти, видимо, придется. Так что давай сначала туда выдвинемся. Ну, знаешь, пока что игра довольно любопытная. Мне нравится вот эта вот система навыков. Коктейль Молотова сразу кинул. Ты посмотри на него. Так. Ну, что ж. Давай, может быть, мы сделаем что-то из охоты. Боевая готовность повышает урон. Горящая ловушка. Ну, в принципе, давай, наверное, сделаем боевую готовность. И, пожалуй, да, это получается он как пропустил ход. А, такс, а что я могу с тобой сделать? У тебя 342 здоровья, и выставлять тебя вперед, конечно, наверное, будет не очень умное решение. Так что мы, наверное, выстрелим калечащим выстрелом. По одному из вас. Коварный удар, укус ноги, наскок, заражение, лужа желчи. Наверное, стоит вывести из игры вот этого вот. Оп. Отлично. У него сейчас 93 здоровья. Да. Конечно, не повезло нам. Но все же, смотри, они выставили ловушку. Так что мы сейчас делаем вот такой вот выстрел. А, ну ладно. Опа. Ты посмотри на это. Блин, они кого-то вызвали. Дробовик. Можно было бы попробовать добить его, но... Слушай, я даже и не знаю. А, сколько у тебя. Гнилое обгладывание. Давай попробуем его тогда вывести из игры. И, пожалуй, добить уже тогда вот этого вот зомби. Так, один выстрел. Давай еще раз. Я надеюсь на тебя, мужик. Отлично. Итого у нас осталось... Да он опять вызвал кого-то! Сколько можно? Это какой-то мега-супер-бупер в босс. Так, метка охотника. И он еще раз кого-то вызвал. Так. Вызывает ранение и в случае низкого здоровья инфекцию. Каннибализм наносит себе урон, при этом вызывая у себя сильную регенерацию. Так, вкус ноги, наскок. Я просто не понимаю, кто из них призывает вот этих вот ублюдков. Ну, ладно. В любом случае, давай мы, наверное, выстрелим по вот этому вот гаду. Ну? Отлично! Адреналин 25. Так. И тогда из пистолета мы попробуем сделать, наверное, калечащий выстрел по вот этому вот парню. Опа! Ха-ха-ха-ха, неплохо. Конечно, он ранил мою собаку, но сейчас мы попробуем с этим как-то разобраться. Смотри, дробовик. В общем-то, можно было бы обычную атаку сделать. Да елки-палки, не умер. Что ты будешь делать? Нам придется его добить. Иначе, иначе нам будет очень нелегко. Поэтому все-таки пришлось. Ну ладно. Так. Защитный инстинкт. Давай, может быть, мы его режущим оружием как-нибудь? А, нет. Смотри, не хватает. Он же, как-никак, в задних рядах. Надо его вперед выдвинуть. А в нашем случае мы все... Как-то сейчас позади. Одна собака у нас спереди. Так. И мы получили уровень, судя по всему. Сейчас посмотрим, чем мы прокачаем. Оле! Вот как это делается. Так. И у нас опять какие-то материалы. Надеюсь, на этот раз нам ни с кем не надо сражаться. И опять же, смотри, тут зомбяк сидит. И он просто нас игнорирует. Это, конечно, что-то с чем-то. Скажи, что там есть оружие. Пожалуйста. Пожалуйста, умоляю тебя. Я слышал, а теперь у нас достаточно ресурсов, чтобы начать проект сада. Немедленно. Нам очень нужна еда и вода. Учти, одного их сбора в походах будет недостаточно, чтобы продержаться на плаву. Так. Я вообще надеялся на какое-то оружие или одежду. Но ладно. В принципе, и так тоже неплохо. Ладно. Мы можем, в принципе, выдвинуться вперед. Либо давай посмотрим навыки, что у нас тут вообще есть. Уровень 2. Итого мы могли бы что-то прокачать. У нас сейчас 8 аж очков атрибутов. И... Да. Причем я не вижу тут таких вот навыков, где там прокачивается инженерное дело или что-то в этом духе. Это, видимо, только в начале игры у нас берется. Либо... А, вот, смотри. То есть, вот наш персонаж. И у него прокачиваются навыки, которые мы выбрали. Понятно. То есть, вот у нас есть охота. У нас есть ударное оружие. Режущее оружие. Инженерия. Ну, а что у нас делает режущее оружие? Так. Наносит больше урона оглушенному противнику или по врагу с уязвимостью. Ага. Ну, в целом, в целом. Довольно любопытно. Смотри, тут еще ударное оружие не требует боеприпасов и ввести мне против бронированных целей. Так, это мы уже видели. Атака ближнего боя увеличены дальностью. Но не наносящая 230% урона. И против цели в состоянии бессознания. Ну, то есть, добить их как-то быстро и... В принципе, неплохо. Так, инженерия. Пулемет. И вроде бы как... Метательное оружие. Маленькая турель. Восприятие с повышенным приоритетом стреляет по врагам дальнего ряда. Что ж. Думаю, мы останемся на ловушках пока что. И в конце мы можем призвать тигра. Как бы это ни было странно. Но, что ж. Вполне себе, я бы сказал. Тигр звучит неплохо. Призывает маленькую охотничью собаку. Давай, наверное, до нее дойдем. И, пожалуй, попробуем... А, нет, не можем прокачать ударное оружие. Потому что требуется 6 очков. Так, ладно. Подтвердить. У Фернандо, смотри. Ударное оружие. А, ну можно было бы прокачать ему дальше режущая. Что у него тут еще есть? Инженерия. В принципе, можно было бы взять ему вот эти вот коктейли Молотова или что там. Либо тоже им призывать собак. Что довольно было бы странно. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Покупать игру или нет, решайте сами. Но, если она вам понравилась, я также рекомендовал бы вам посмотреть на Атом РПГ. От наших российских разработчиков. И, глядишь, она вам тоже понравится, кто знает. Но, в любом случае, пишите в комментариях, как вам сама игра. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.